Николай Александрович Боярский дядя известного актера Михаила Боярского. Он был известен как театральный актер, но также запомнился зрителям по ролям в кино, Коще Бессмертный в новогодних приключениях Маши и Вити, учитель физкультуры в приключениях электроника и водитель Адам Козлевич в золотом теленке. Николай Александрович родился в Колпино 10 декабря 1922 года. С июля 1941 года он участвовал в боевых действиях на фронте. Первую награду медаль за боевые заслуги красноармеец Боярский получил за подвиг, совершенный в ноябре 1943 года. Во время штурма турецкого вала он уничтожил трех немцев. 1 ноября 1944 года Николай Александрович был награжден орденом славы третьей степени. В бою у населенного пункта Клумбин он автоматным огнем уничтожил 11 фашистов, не дав группе вражеских солдат форсировать реку и зайти. Зайти в тыл нашим подразделениям. Следующей наградой Николая Александровича Боярского стала медаль за отвагу. 17 августа 1944 года он гранатами и автоматным огнем уничтожил шесть фашистов в районе села Сурьмини. В январе 1945 года за отличие в боях в Восточной Пруссии сержант был награжден орденом Красной Звезды. В двух боевых эпизодах он огнем из ручного пулемета уничтожил в общей сложности 18 солдат и офицеров противника и отбил все контратаки. Последнюю свою награду на войне старший сержант Боярский получил за подвиги в пригороде Кенигсберга. Он обнаружил и уничтожил снайпера, а затем шестерых солдат. Кроме того, Николай Александрович взял в плен 16 гитлеровцев. В 1948 году Николай Александрович Боярский окончил Ленинградский театральный институт и был принят в труппу театра имени Веры Федоровны Комиссаржевской. Он обладал выдающимся талантом и мог сыграть роль любого характера. Хотя он не часто снимался в кино, он все же принял участие в создании 32 картин. Николай Александрович ушел из жизни 7 октября 1988 года в возрасте 65 лет.